Сегодня в нашей афише два основных направления – культурная программа и активный отдых. Начнем с первого. На прошлой неделе премьерой был открыт 48-й театральный сезон, а это значит, что теперь каждые выходные театр ждет своих зрителей. Ближайшие два дня – не исключение. 7 октября в 17.00 вы увидите искрометную комедию, феерия чувств, эмоций, грации, пластики, вокала, потому что это самый массовый спектакль нашего театра на сегодняшний день. Это помолвка в стиле «Ждем вас на помолвку». 8 октября в 17.00 большой зал для взрослого зрителя открывает свои двери для уже полюбившегося и, так скажем, хита в принципе уже нашего театра. Спектакль «Тот самый Мюнхгаузен». Приходите, полетаем вместе. А по утрам в театре ждут своих маленьких зрителей. Для них детские сказки и кукольные спектакли. Две постановки каждые выходные. Детский репертуар этой недели у нас начинается с 7 октября, акцентирую внимание, в 10.30 кукольным спектаклем «Кот в сапогах», а большая сцена в 11.30 откроется уже полюбившейся сказкой «Дюймовочка». 8 октября в 10.30 театр «Кукол» представит спектакль «Чиполино», в 10.30, а в 11.30 премьера прошлого сезона «Алиса в стране чудес». Всех ждем в сказку для того, чтобы ощутить на себе волшебство театра. Также обращаю ваше внимание на необычную выставку. Экспозиция состоит из 50 объемных экспонатов и 18 графических проектов. Это макеты скульптур направления «Арт-стрит», реальные места террасполя с встроенными в городское пространство эскизами скульптур на темы «Культура», «Любовь», «Спорт», «Труд», «Материнство», «Наука». Все это можно увидеть в Бендерском высшем учебном колледже. Открытие сегодня в 3 часа дня. Ну а теперь перейдем к предложениям, которые связаны с активным отдыхом. 7 октября состоится увлекательное путешествие. Увлекательное оно, почему? Потому что, во-первых, это местечко находится за Кишиневом, то есть город Ханчешты. Ханчешты самое по себе. Удивительный городок, где родился знаменитый Игорь Иванович Котовский. Но и, понятное дело, в последнее время много говорят о Манукбее. То есть в ходе этой экскурсии люди узнают, кто такой Манукбей, какую роль он сыграл в заключении Бухарестского мирного договора. То есть это 1812 год. И что он после себя оставил. В воскресенье, если не испортится погода, предлагаем отправиться на север Молдовы, а именно в Сороке. Путешествие – это довольно длительная экскурсия, предполагается насыщенная. Так что будьте готовы посвятить новым впечатлениям весь день. Сороки известны многим людям, потому что Сороки связаны с Петром Великим. С Дмитрием Кантемиром именно в том месте и произошел переход русских войск на территорию Молдавского княжества, дабы помочь Молдавскому княжеству избавиться от турок. Этот знаменитый прудский поход, конечно, был неудачным, но все же посмотреть Молдавскую крепость, посмотреть Цыганскую горку, потому что Сороки еще известны тем, что там живут очень богатые цыгане, и строят дворцы. Вот убедиться в этом вы сможете, конечно, в этот день. Ну и плюс ко всему вы увидите знаменитые обнажения, скальные обнажения, знаменитый камень Касаудский, потому что Касаудский камень, он очень прочный, он белого цвета. Естественно, выстроенный из Касаудского камня монастырь. Несколько предложений на перспективу. Кишинев ждет череда концертов. 16 октября выступит Патрисия Кас, 2 декабря Григорий Лепс, 9 декабря новая программа от шоу-балета «Тодос». Все это в Национальном дворце. О билетах стоит побеспокоиться уже сейчас. И еще одно предложение на будущее, но не столь далекое. 13 октября, пока еще в Кодрах все очень красиво, приглашаем совершить удивительное или, скажем так, спокойное такое путешествие по Кодрам, а непосредственно послушать и посмотреть те места, где пребывал Александр Сергеевич Пушкин в годы ссылок. То есть это и город Кишинев. Мы покажем его. Это бывшая гостиница, сейчас это дом-музей Александра Сергеевича Пушкина. Услушайте о том, с кем он в Кишиневе любил встречаться. Увидите парк, где он встречался с одной дамой. И очень часто она была гречанкой, по-русски не говорила. То есть мы обязательно его покажем. Ну и, конечно, последуем в село Долна. Долна известно небольшим дворцом, где Александр Сергеевич Пушкин по осени останавливался неоднократно. Естественно, любил гулять по холмам. И были составлены многие стихи, навеянные вот этой красотой молдавцы. Также напоминаю, что на эти выходные приходятся основные мероприятия, посвященные Дню рождения Бендер. Так что присоединяйтесь к празднику, там будет много всего интересного. На этом пока все. Выбирайте то, что вам по душе и отдыхайте с удовольствием. Добавляйте с удовольствием.